Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амиго, и сегодня у нас реакция на SCP-001. Так всё заканчивается. Пятая часть. Жизнь, прожитая впустую. Погнали, посмотрим. Мы готовы. Мы готовы. Активация аудиоидентификации. Доктор Норвуд Блэк. Доктор Норвуд Блэк. Допуск разрешён. Норвуд. Норвуд Блэк. Мы готовы. Девятый смотритель. В отличие от многих других личностей, о которых я рассказывал в этом журнале, о девятом смотрителе, которого часто называют аутсайдером, имеется, пожалуй, больше всего информации. Её называют аутсайдером, потому что, в отличие от других смотрителей и других личностей в фонде, она не была завербована изнутри, а была выбрана в качестве гражданского лица вместо предыдущего девятого смотрителя. Кто был предыдущим или что он сделал, чтобы заслужить гнев совета, неизвестно. В итоге в совете образовалась вакансия, которую нужно было заполнить. Процесс отбора, как мне сказали, был поручен зелёной, которая быстро сузила круг кандидатов. Дона Уэту Тейлор была одним из имён в этом списке. Она была австралийским геологом, которую совсем недавно дискредитировали в академических кругах, чтобы предотвратить обнародование её исследований, в ходе которых была преднамеренно обнаружена мощная гравитационная аномалия. Имя Тейлор в этом списке, без сомнения, вызвало значительные неприятности горстки других членов совета, потому что все, без исключения сведения, которые я получил о девятом смотрителе, утверждают, что её назначение было спорным. И это всё. И точка. Я знаю, что она участвовала в нескольких технических проектах более высокого уровня в фонде, но тот факт, что в совет был назначен посторонний человек, настолько сильно затмил все её заслуги в других областях, что кажется, что она просто служит средством вывести из себя половину совета. Примечательно, что одним из главных противников девятого смотрителя была Архивариус, которая, по-видимому, настолько яростно выступала против этого решения, что угрожала выйти из совета оптом, и ей пришлось убеждать Грина и посла уйти в отставку. Источник, с которым я говорил об этом инциденте, сообщил мне, что какие бы средства эти двое не использовали, чтобы заставить Архивариуса отойти от края, это сильно изменило её, и после этого она стала ещё более параноидальной и замкнутой, чем обычно. Кроме этого, мне больше нечего о ней сказать. Она не должна быть особенной. Несколько источников видели её в австралийском городе и его окрестностях, где находился дом её семьи, хотя он, как известно, сгорел дотла вскоре после её назначения. Было ли это преднамеренно или нет, никого не должно удивлять. Тогда. Аарон Сигель сидел в небольшой комнатке посреди душного шумного склада, где-то в Сомали. Через растрескавшиеся шторы он мог видеть бегающих туда-сюда людей, будущих оперативников посттанцев хаоса. Поначалу это название казалось ему нелевым, как и всем остальным, но в этом была его особенность. Необходимо было заставить всех поверить в то, что они не представляют угрозы, не стоят никакого внимания. Их рост был медленным, но уверенным. На их счету было уже два разграбленных склада фонда и ещё один, готовый стать таковым. Но Аарон не мог усидеть на месте. Неделю назад ему передали, что начались работы над каким-то новым учреждением в Италии. Несложно было догадаться, что это дело рук фонда. В то же время пошли слухи о кораблях без опознавательных знаков, настойчиво патрулирующих воды недалеко от их штаба в Сомали, о серии подозрительных арестов по всей территории США, о самолетах-разведчиках над Антарктидой. Ему было не по себе. Его волновали подозрения о том, что фонд ещё даже не близок к своей кончине. Фредерик Уильямс мёрт. Большая часть высшего руководства фонда либо была убита в постоянных спичках, либо сбежала вместе с Аароном и Ариенсом. Много кому пришлось преследовать их примеру по самым разным причинам. Тем не менее, несмотря на всё это, фонду удавалось продолжать свои операции с изначальной эффективностью. От этих мыслей Аарону становилось душно. Телефон на столе оглушающе зазвонил. Аарон протянул руку, чтобы ответить на звонок. Водит ли чёрный волк на луну? Винсент. У Аарона как камень с души упал. Ты как, дружище? Я же тебе уже сто раз говорил, отвечай по протоколу. Нам нельзя пренебрегать мерами и безопасности, особенно сейчас. Как скажешь. Так что там по новостям, Винс? Ариенс тяжело вздохнул. Они стягивают силы к Южной Америке. Говорят, там с новой силой начали копошиться фанатики разбитого бога. Так что ребят из фонда там сейчас прилично. Прилично это сколько? Человек 200, может 300. И это не считая штатских. Не нравится мне это, Аарон. Добавил Винсент. Аарон нервно оперся на спинку стула. Стук крови в ушах мешал сконцентрироваться. Телефонная трубка словно стала тяжелее, а дурные мысли сами лезли в голову. Почему это происходит? Что мы сделали не так? Почему они еще живы? Аарон? Голос Ариенса словно удар током вернул Аарона в реальный мир. Да, да, я тут просто... Винс, что вообще происходит? Почему они не слабеют? Неужели мы что-то сделали не так? Двигушки там и не послабеют. Ариенса собрался, а смысле? Не знаю, может София оказалась смекалистее, чем мы рассчитывали. Слушай, Аарон, забудь пока об этом, есть другое дело. Мне сообщили, что фонд собирается наладить поставки через Мексику. Неплохо бы заставить их поделиться, как думаешь? Да, конечно, ты прав. Я соберу ребят и организую операцию в ближайшее время. Слушай, Винс. Да? Ты не против, если я составлю тебе компанию в Сан-Марк? Ты? Зачем? Аарон задумчиво уперся взглядом на перемотанной красной нитью свиток, лежавший посреди стола. Я просто хочу их увидеть еще раз. Всего один раз. Я же говорил, что их там нет. Все наши агенты в один голос заявляют, что... Винс, просто послушай меня. Я должен проверить еще раз. Не волнуйся, я оставлю Феликса за главного. Он со всем справится. Меня не будет всего две недели, Винс. Аарон почувствовал недовольство Ариенса с другого конца материка. Ладно, но с одним условием. Ты не отходишь от меня и моего отряда ни на шаг. И ни за что не суешься в лапас. Договорились. Той ночью Аарон спал как убитый. Ему снилось, как он разговаривает с Фредериком Уильямсом. Рядом, улыбаясь, маячит Ариенс. А за его спиной, шумно гремя, открываются ворота с надписью Зона 17. На месте ему в общих чертах рассказывают о произошедшем. И дают в руки планшет с бумагами, описывающий странную статую, найденную где-то в древних руинах Южной Америки. Рядом проезжает бронированный грузовик. Краем глаза Аарон замечает красные и зеленые пятна. Ему снилось, как на семинаре организовывать... Немножко знакомая статуя, да? Он разговаривает с Софией Лайт, которая всегда представлялась как София Назарианка Лайт. Ее самоуверенность била ключом. Она взяла Аарона за руку, его волосы стали дымом. Той ночью они трогали в такие звери. Он спросил ее о шрамах на ее руках и боку. Она сделала вид, что не услышала его. Еще мгновение, и он уже стоит в кругу с Фредериком Уильямсом и остальными членами исследовательской команды Омега-5. Они передают друг другу емкость с водой. Каждый делает глоток. Держу пари, что если пить эту штуку каждый день, то можно стать бессмертным. Аарон замечает, как София прячет в сумку пузырек этой жидкости. На следующее утро он первый раз за 10 лет просыпается без головных болей. И вот, еще мгновение спустя он стоит в темной душной комнате. В метрах 20 от него он видит бледное, измученное лицо Фредерика Уильямса, дрожащими руками дергающего тонкую светящую фиолетовую нить перед его лицом. Каждый раз, как его рука касается струны, луна на небе то пропадает, то появляется. Аарон зовет его, но он никак не реагирует. В его глазах пустота. Кровь капает с бока Аарона. Он упирается в стену, сильнее и сильнее сжимая рану. Там, где ранее стоял Фредерик, лежит лишь бездыханное тело. Рука сжимает обломленный золотой меч, залитый кровью. Где-то вдали зазвонил телефон. Аарон медленно проваливается в пустоту. Каждая секунда кажется вечностью. А телефон все звонит и звонит. Сейчас. Едва ли моросящий дождь изредка похлопывал и постукивал по крыше особняка. Звук бушующего ветра эхом отдавался в его длинных темных коридорах. Одно из крыльев особняка, давно сгоревшее и развалившееся, не скрывало своего изуродованного мародерами окружающей средой интерьера. В конце его, посреди дверного проема, стояла слегка загорелая женщина с клубящимися черными волосами. Не сдвигаясь с места, она осматривала горелые стены и обломанную мебель. Ее взгляд остановился на фоторамке, лежавшей на краю почерневшего стола. Фотография была покрыта толстым слоем копоти, но счастливые, улыбающиеся лица людей все еще были отчетливо видны. Вытащив куски вздушившегося, потрескавшегося стекла, ей удалось достать фотографию из рамки. Слезы падали на снимок и, смешиваясь с дождем и пеплом, медленно стекали на пол. «Я знаю, что ты тут. Выходи», — сказала она в пустоту. После этих слов за ее спиной появились силуэты Кельвина и Энтони, возникшие из тени. Она чувствовала их присутствие, но не отваживалась поворачиваться. «Вы ведь не меня искали, верно?» Незнакомка вытерла щеки рукавами свитера. «Верно, не тебя». «Человек, который ранее занимал пост, на данный момент занимаемый мной, нарушил условия нашего договора и, соответственно, был лишен статуса смотрителя». Она медленно повернулась, прижимая фотографию к груди. «Если опустить детали, то именно так я и заняла это место». «Кто ты?» Женщина улыбнулась. «Раньше меня звали Дона Тейлор. Я была... простите. Когда-то я была геологом. Я уже не помню, на кого я тогда работала, честно признаться. Помню лишь то, что фонд оказал мне одну услугу, в которой я очень нуждалась, попросив взамен, казалось бы, сущую мелочь». А она с улыбкой заглянула на фотографию. «Удивительное совпадение, не правда ли?» Они ничего не ответили. «Ну конечно, какой же дурой я была. Радовалась как ребенок, что мне поручали работу, которая мне и не снилась. Я даже не догадывалась, что... Не важно, забудьте. Я слишком много об этом думала последние несколько недель. Рано или поздно этот день должен был настать». «Ты знаешь, зачем мы здесь?» «Да, конечно. Я понимаю. Все понимаю. Хоть я с вами и не совсем согласен, но ваши мотивы мне понятны. Я думал, о вас будет больше». «Остальные выслеживают восьмого». Энтони медленно вытащил пистолет из кобуры. «Он не доставит им много хлопот». «Донна зажмурилась». «Нет, я не хочу, чтобы все кончалось вот так». Она вытащила из кармана складной нож и легким движением руки выдвинула из него клинок. «Как же я была слепа. Думала, что служить во имя какого-то высшего блага, величайшее деяние, что нет ничего полезнее и благороднее. Думала, что моя смерть перебретет больше смысла, если я дам жизнь во имя великой цели. На самом деле, не важно, за что ты умрешь. Любая смерть может оказаться бессмысленной. Любая жизнь может быть прожита впустую». Она взглянула Кельвину в глаза. Ее словно ударило током. Глаза замерли, а волосы по всему телу встали дыбом. Руки задрожали. В его глазах мелькали моменты непрожитой жизни. Он видел, как коридор, еще не разоренный и не сгоревший, приятно заполнялся светом, как в соседних комнатах слышался счастливый смех. Сидя на берегу, отец наслаждался рыбалкой, а его дети веселились неподалеку. Он видел, как осень мгновения ока сменяется зимой, как дети завороженно смотрели на пестрящую разными цветами елку. Он видел, как Дона Тейлор, только получившая докторскую степень, и ее родители, улыбаясь, машут фотограф. Еще через мгновение коридор вспыхивает пламень, слышны крики и плач. А она все стоит и смотрит ему в глаза. Ее лицо уже не казалось таким молодым, отбывалой грацией осанки не осталось и следа. С каждым ее вздохом он видел, как возраст все сильнее и сильнее давит на нее. Трудно было не заметить в ее глазах отчаянный вопль той жизни, что она потратила впустую. Внезапно он почувствовал, как его рассудок затуманивает гнев и злоба, как его зрение искажается, как коридор вновь вспыхивает пламенем, и истошные крики вновь режут уши. И снова она стоит перед ним, но уже с глазами, черными, как смоль. Кельвин повернулся к Энтони, только лишь, чтобы повернуться обратно и обнаружить Донну, бездыханным телом, лежавшую на обгорешем кресле с глубокими порезами вдоль запястья. Еле заметная улыбка украшала ее безжизненное лицо. Засунув пистолет обратно в кобуру, Кельвин медленно направился к ней, стараясь аккуратно обойти окровавленный нож, лежавший на земле. Она вытянула в его сторону бледную руку, из последних сил сжимавшую перепачканную фотографию. Зачем? Она пожала плечами. А какая разница? Ты боишься смерти? Нет. Она в последний раз улыбнулась дрожащими, заледеневшими губами, закрыла глаза и прикоснулась к его лицу, размазывая капли крови по его щеке. Ты лжешь. В тот вечер Донна Тейлор не стала. Сильно. Сильно, согласен, сильно. И произошло все максимально быстро. Блин. Но, слушай, серия из этих частей реально действительно цепляет. Действительно цепляет, действительно интересно. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok